Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли. В последнем чате мы написали о том, что вот этот стрим сегодня будет последний по созданию, и вопрос-ответ формат будет последний. То есть сегодня мы в последний раз встречаемся с людьми вот в этом формате. И там сел вопрос, на что меняем? Ну что? На что меняем? На что меняем? И зачем меняем? Да, загадка-загадка. С чего начнем? На что меняем или зачем меняем? Зачем меняем? Давай, зачем меняем? Дело в том, что в формате вопрос-ответ мы реально помогли очень большому количеству людей за все то время, сколько шли вот эти стримы по понедельникам. Там даже не сотни людей. Вы видели, скольких людей мы там брали тихонько в отработку, сколько поддерживали и так далее. И обратная связь была буквально от единиц. От единиц, когда человек написал, что у него решилилась проблема, там действительно было создано то, что мы закладывали, выключилось какое-то заболевание и так далее. Это были единицы. То есть обратная связь, которая быстро пришла. Это была единица. Единица. И получалось, что мы метали икру в пустоту. Вот мы делаем и в пустоту, делаем и в пустоту. И нас заколебало это. Просто заколебало, потому что мы спустя время, мы много узнавали, что год назад у кого-то оказывается... Потом пишет человек, что а вот я еще год назад спрашивала, потом у меня вот так-то изменилась жизнь, и вы мне помогли и так далее. А где ты тогда был? А мы зачем это делали? Это твоя благодарность такая, когда тебе помогают, вот прям в открытом эфире тебе помогли, а ты даже обратную связь не дал. Вот эта вот жадность, моё, 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 я спрятался, зажался, никому не скажу, никому не расскажу. Это же сумасшедшие, но они при этом мне помогли. И мы понимаем, что мы человека загоняем в угол еще глубже. То есть мы культивируем его жадность, его тупость, его те качества, за которые его лупит подсознание. А мы, вместо того, чтобы помочь его подсознанию, мы усугубляем это дело. То есть идешь навстречу человеку, кажется, ты спасаешь его, а по факту ты... Получается, мы больше его в коробочку засовываем. Мы его засовываем в коробочку. Он как не проявлялся, так и не проявляется. Вот вместо того, чтобы осознать и проявиться, стать человеком, он залазит еще глубже и дальше. Его подсознание потом со временем вынуждено будет принимать меры, когда оно очухается от тех вариантов, с которыми мы работали. Да, вот смотрите, даже если взять на образ тела, то клетка, которая перестает делиться, регенерировать, что с ней происходит? Она постепенно свой срок израсходует... Но при этом она накапливает, накапливает, накапливает. Она накапливает, да. Она может, кстати, накапливать, она может в бородавку превратиться. Вот оно, да. То есть либо отвалится. А когда клетка регенерирует, то есть организм тогда восстанавливается, то есть делится, клетка делится, 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 делится здоровьем, то есть счастьем делится. Вот это и есть действительно то, что дает свободу. А так получается, мы человека, наоборот, загоняем в его эго, в его коробочку, и он сидит и накапливает, накапливает. В кого превращается? Либо в бородавку, либо израсходует свой ресурс. Обычный робот-автомат, по сути. Поэтому, взвесив все за и против, еще вот как раз шло обсуждение по поводу. Наша команда нам предложила каким-то образом расширить аудиторию. А мы с Ириной ответили, что нам, наоборот, надо сузить аудиторию. Потому что на сегодняшний день та аудитория, которая есть, она слишком велика. И мы исходим по подобию тела. Смотрите, если мозг в теле, вот возьмите, мозг весит 900 грамм, условно, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, 900 грамм, а тело весит 80-90 килограмм. На эти 80-90 килограмм 900 грамм мозга. Это 1%. Ну, пускай у кого-то до 2% мозг будет занимать. По максимуму мы возьмем. А все остальные клетки, это клетки легких, сердца, печени, почек и так далее, они тоже нужны. Но если из них сделать клетки мозга, если легкие возомнят себя мозгом и будут принимать решение, кому они гонят кислород, кому они гонят. либо там клетки печени будут решать, вот я от того-то органа кровь очищаю, от того-то не очищаю и так далее, то организм пойдет в дисбаланс. Так вот, клеток мозга должно быть ограниченное количество, и это правильно. Иначе организм функционировать не сможет. А это значит, выводить инфодайинг на широкую аудиторию – это глупо, потому что за этим последует включение клеток легких, мозга, печени, почек, кишки прямой в принятие решения на жадности, на зажатии на этом. И от этого организм выйдет в дисбаланс. И максимум, что будет, это секта, повторение религии, повторение того, что мы уже имеем. Такие очаги будут больные по телу, да. То, что мы имеем сегодня в обществе, был буддизм, был иудаизм, было христианство, было деление даже католицизм, православие и так далее. Было, было, было. Ну и что, это о здоровье? Нет, это о болезни. И когда мы осознаем, что создавать следующий очаг болезни, если мы пойдем в расширение, с нашей стороны, когда мы осознаем весь этот процесс, ну, наверное, это не просто глупо, это преступление. Поэтому, поэтому, поэтому... Есть опыт уже, да, вот этих очагов образования. И глупо создавать еще один такой же очаг. Тем более сейчас можете посмотреть, как есть, как раковая опухоль, очень агрессивно создается очаг, например, тоже самое АЛЛАТРА. То есть с теми же вывертышами, подменами и так далее на современный лад. Есть саентология, есть очень много вот этих вот раковых очагов, которые уже раскинулись по организму и уничтожают организм. Поэтому вот в данном случае мозг должен остаться мозгом. Вот я бы их как раз таки и назвала теми чужими или инопланетянами, которые ждут. Вот просто надо мозг в руки взять, чтобы увидеть на самом деле чужого в организме, да. Ну, образно чужого, конечно. А мозг от массы тела – это 1-1,5%. Значит, вот на эту аудиторию, на 1-1,5% и будет инфодайвинг. Для тех, кто действительно осознает глубину, для тех, кто способен прочитать книги, для тех, кто способен вникнуть в суть, то есть их мозга, ресурсов их мозга хватает, чтобы вникнуть в суть, и двинуться дальше в развитие. И действительно, вот на определенных расширениях взять на себя моменты ответственности за те преобразования, которые будут мирового масштаба. Потому что оно по-другому не может быть, когда ты осознаешь, как это работает. Вы видели многие вещи из нашей работы, когда мы, вот просто банально проследите, вот мы берем там страну какую-то и моем, делаем чистку чистым сознанием, а потом херяк эту страну накрывают штормой, накрывают там не тайфоны, как это циклоны и так далее, топит. Но реально вода приходит, моет. То есть мы мыли психическую часть, отражается в зеркале. И возьмите очень много стран, которые мы показательно в прямом эфире, вот отследите, чистка. Просто сопоставьте. Сопоставьте просто. Да, возьмите наше какое-то. Вот это отжимали, мыли, да. И проходит... Время проходит, знаете, как на основании чего определяется время? Основание отпуска, когда вы смогли забыть эту информацию, отпустить. То есть, как правило, это от двух недель до трех месяцев, когда информация улетает, и человек... Ай, это все ерунда, они чушь сказали. Ну, хобана, идет в проявление. То есть, пока вы держите, ваше сознание не дает проявиться. Как только отпустило, ну, хлоп, пошло в проявление. Но потом уже... Ну, там даже не ваше сознание, а наше сознание. Мы сами забываем, что мы делаем. Да, да. Так у нас забываем. А потом у нас... А потом мы ржем. А потом мы ржем и кайфуем от того, что... Кстати, у меня есть предложение вот на тему мойки. Да, мы-то по многим странам прошли. Китай, вот сейчас Индия, потом Пакистан, потом Корея, потом Европа, Италию мы прожигали, потом США, потом Бразилия. То есть, это вот эти вот моменты, когда мы мыли, вспоминая, там, этот вот Срио и все остальное. Ну, то есть, когда вот вспоминал и запускал чистое сознание. И единственная страна, которая славится не наводнениями, не наводнениями, а пожарами, то есть, она всегда горит, но ее никогда не моет. Это Австралия. Она известна своими пожарами, но не наводнениями. И у меня есть предложение сегодня на последнем стриме прикольнуться, взять и помыть Австралию и посмотрим, через какой промежуток времени проявится наводнение там. Супер. Потому что это из рода вон выходящего. Да-да-да, прикинь, какой будет Степ. Из подсознания Степ, но это еще одно доказательство, что абсолютно любую реальность создает наше сознание. Абсолютно любую реальность. И вопрос времени, через сколько это проявится, зависит от того, как быстро мы забыли то, что мы настевали. Потому что именно переход через зеркало это забывание. Это выкидывание из памяти. Но ключевое, согласитесь, это когда интересно. Ну, конечно, интересно. Конечно, интересно. Так вообще, инфодайинг, это интересно. И вот эти вот все вещи, найди еще людей, кому вот интересен вот этот масштаб. Потому что у большинства людей на этот масштаб возникает страх. А знаешь, почему страх? Потому что официальный психотерапевт, сейчас сидя у экрана. А, ну это да. Он скажет, вы не проходите тест на шизофрении. Ну это же правда. Ну так а кто придумал этот тест? Этот же тест придумали такие же ограниченные, скукоженные. Да, для чего? Для того, чтобы решить свои психологические проблемы и свои ограничения сделать нормой. А скажи, не шизофрения, вот эта вот толерантность по всей Европе, она прямо вот очевидная. Ты знаешь, я когда увидела, когда мужик нокаутировал женщину на Олимпиаде, я была в шоке, потому что это же стыдно, когда мужчина выходит соревноваться с женщиной. Уже опровергнуто, уже доказано, что это девочка с рождения. Гермафродит. Потому что у нее XY-хромосомы. XY-хромосомы. Представляешь? То есть, смотри, насколько... Вот это не шизофрения считается. Насколько ум изворотлив, да? Ведь действительно, ну как бы это вообще недопустимо такое, да? Чтоб мужчина дрался с женщиной. Тогда мы сделаем гермафродита. Понимаешь как? То, что сейчас происходит в мире, это полная шиза. Полная шиза видеть американского того же самого лидера, падающего с трапа, или вешающего задом наперед медальки, или говорящего несуразные вещи, это полная шиза. Полная шиза, когда говорят и подчеркивают сексуальную ориентацию премьера там и так далее в каких-то официальных новостях. Подождите, ребята, мне похрен, какая у него сексуальная ориентация. Если у него есть психическое отклонение в виде интереса к своему полу, это его проблема. Но это не должна быть проблема государства. И вы себя называете здоровыми после этого? Да. И смотри, ведь на самом деле это все стало сейчас уже, ну то есть вообще вылазить настолько вот просто, знаешь, как можно сказать, как на сцену. Вот просто на сцену болезнь уже выворачивается, да, шиза это. Но ведь это для, для чего это нам? Потому что уже, понимаешь, уже подсознание говорит, ну блин, ну посмотри, уже вот очевидное совсем, вот-вот прям, прям наувить. Упрямо нет. Все это превращается в норму. Все это упрямо превращается в норму. Уже ты знаешь, что Макрона, да, президента, словили с какой-то другой дамой? Ты знаешь, не знаю, не дам никого, но я вижу, какое количество российских сериалов сейчас запускается в ТикТоке отрывками, где в норму выводится вот образ олигарха, который трахает все подряд, который претендует на его деньги. В норму выводятся измены, в норму выводится многоженство, в норму выводится, когда человек целью своей жизни ставит финансы и по головам идет за деньгами, в норму, это такие искажения. А вот даже просто на примере семьи взять, вот один пример семьи, как формируются кармические связи и автоматические игры. Если ты возьмешь здоровую семью, где нормальный папа, нормальная мама и нормальные дети, и у них есть нормальности по поводу поведения, проявления и так далее. Даже если у них нормально, если все мужчины являются кузнецами, а все женщины являются швиями. И это называется как-то семейная династия. Неважно. Но у них своя вот эта норма, и они имеют вот этот свой ограниченный род, они инкарнируют в нем, и количество вариантов игр кармических в этом роду будет очень резко ограничено. Да, это будут примитивные игры где-то на каком-то недовольстве, на злости, на вине, на обиде, там вот такие. Ну, это такая кашка. Ну, это такая кашка. Да, такая вот овсяночка. Да, да. А теперь смотри, если эту вот овсяночку разбавить играми, туда вклинить измену, например, и гомосексуальность, спектр. Уже овсянка превратилась не просто горохово-фасолево-ячменно там и всякий рисово, да. Вот полная каша, которая уже несъедобна. И каждая вот эта игра дает сразу спектр игр. То есть одна измена – это уже подключение других родов. Гомосексуальные связи – это подключение целых конгломератов, да. И это все варианты кармических отработок. Это как взрыв психи. И разнесло. И ты из этого автомата, из этого сна хрен когда выйдешь. Потому что тебе надо отработать вот на весь этот конгломерат, потом на все вот эти вот рода, потом вот сюда, потом... И таких вот игр распыляющих. Ты никогда не вернешься к себе? Да, потому что это полностью это разбитые зеркала, это пыль. Это пыль. Это превращение в пыль. Это понижение игры, да, животного уровня. Потому что собаке похрен с кем она там сношается. А человек, который не управляет своим членом, ну, извините. И это считается еще нормой. А если взять все, что ты говорила сейчас, да, если взять, положить на образ тела, опять-таки, я это вижу всегда через тело. То, смотри, вот какая-то семья, да, это орган, да. Вот он здесь и рождается, он здесь полностью, то есть у клетки все эти живут в этом органе. Постоянно этот орган обновляется, да, оживляется. А теперь, смотри, сюда этот орган вдруг, да, крыша поехала. Да, вот он, начинается что? Сбой в организме произойдет. То есть этот начинает орган либо расти, не понять как, да, разрастаться в разные заболевания, либо, ну, что там, допустим, я не знаю, все что угодно. Вот просто положить это, сбой в организме идет, ну, сразу очевидно, да, это же так же и в жизни. Все. И это что с организмом происходит? Он заболевает. И тогда этот орган либо надо, надо, да, надо вырезать, да, чтобы как-то спасти организм. Вот смотри, возьми вырезать, это тоже возьми по образу. Что значит вырезать? Бомбу брось. Да? То же самое, смотри, хаотичное введение стволовых клеток с целью омоложения, а потом женщины принимают гормональную терапию с целью рождения детей, и потом они умирают от рака мозга. Да, рак мозга. Потому что стволовая клетка осела там, а ее же медицина не контролирует, и медицина никогда не признает вот этот факт. А по факту это так и происходит. А идут конкретные эксперименты, но добровольцев миллион, не вопрос. Да? Настолько очевидно, когда ты это все видишь, и вот я же говорю, что просто уже под носом, уже нюхать можно. Мне все равно, говорит, пахнет цветами. Поэтому не имеет смысла вот нам выходить вот в это вот расширение, повторять вот эти ошибки, а наше дело заниматься собой. А заниматься собой, своим делом, это когда ты действительно в своем круге, в своей реальности замкнут. И если человеку действительно нужна помощь, и он хочет с тобой общаться, он заходит на сайт, находит раздел консультации, он с тобой общается. И это честное и прямое общение. Это тогда вот именно то, что ведет к здоровью. И перед тем, как обратиться, он должен понимать, что если он пришел, и ему помогли, то его задача поделиться тем, что ему помогли. Потому что, когда ты не делишься, вот как мы, курс у нас завтра стоит. Зачем мы ставили курс, чтобы отдавать расширение? Кстати, я не ожидала, что так много людей на него зарегистрируется. Но мы обещали. Но это бомбический курс. Но наша задача, мы когда углубляемся дальше, мы взяли объем, мы переварили этот объем, мы отдали этот объем. Если мы его не отдали, то мы не способны взять дальше. Больше мы не возьмем. Точно так же и люди, с которыми мы работаем. Вы взяли объем, вы переварили этот объем. Отдайте этот объем. Отдайте, да. Поделитесь. Поделитесь. Точно так же, да. Это правильный подход. Это здоровый подход. Не воруйте. Это все во вред только идет. Самому себе во вред. Это только на уничтожение. Самоуничтожение. На самом деле, это самому во вред. Это 100%. Это не 99%. Это так. И этот вред рассмотреть, может человек увидеть, может даже и не увидеть. Но это если показать, допустим, по своим каким-то ситуациям в жизни, после того как, это можно очень легко разложить человеку. Но человек сам может и не увидеть этого. Но может страдать, начать. Вот начать страдать и думать, откуда мне Бог прислал что-то. Ну ты сам себе плюнул. Ты сам себе плюнул. Образ червячка, который как-то красненький такой. Дождевой. Дождевой. Вот это очень наглядный образ. Взял, переварил, отдал. Взял, переварил, отдал. На основании этого сознание двигается и развивается. И в любом действии в жизни. Здоровый обмен веществ. Смотрите, как приходит старость. Вы взяли, вы накопили, и вы не можете выкинуть. И все, вы захламляетесь, захламляетесь, захламляетесь. Это касается тела, это касается дома, это касается старых вещей, это касается старой информации. Мы затухаем, затухаем, и разрушаемся, и умираем. Все. Старческие болезни. Человек уходит и все время вспоминает старое, старое, старое. Да, он пережевывает его, чтобы осознать, но потом он в инкарнацию уходит в тот период. Для чего? Для того, чтобы все равно осознать. Ну, как же выкинуть за работу, как это приобретенное непосильным трудом, да? То есть, обесценивает себя, а оценит что-то свое, где он на жадности опять-таки не воспользовался, как надо, да, этим. Или, может быть, приобрел вообще ненужную вещь, но на жадности схватил ее. Все. Вот тот же самый Альцгеймер. Человек с возрастом приходит к Альцгеймеру. В основе Альцгеймера, можете обратить внимание, люди, которые больны этим заболеванием, они уходят, и они прошлое помнят, а настоящее у них отрубается. То есть, они все больше разрыв с настоящим моментом, и все больше они уходят своим сознанием в прошлое. Куда в прошлое? Там, где они предали себя. Какие варианты предательства себя? Измена во время войны, военный период или поствоенный период, где ты распылился, вынес себя, изменил себе, за что ты себя наказываешь. Вот вам Альцгеймер. Вот природа Альцгеймера. И сознание там зацикливается, и инкарнация уйдет туда. Не пойдет вперед, пойдет туда. На перепроживание. И вот эти вещи, когда видишь, понимаешь, ну, просто научить человека быть благодарным, то, о чем мы постоянно говорим, вести уроки благодарности в школе, для того, чтобы он завершал одну историю, начинал с чистого листа другую историю, имел право на ошибку, имел право на исправление этой ошибки, через благодарность. Но этому тогда надо учить людей. А когда у человека уже есть накопленная какая-то болезнь, уже проявленная в теле, ну, тогда приди с благодарностью, работай. Ну, точно так же, как этот дождевой червячок, съел, переварил, отдал. Все. Это единая схема, которая должна работать, если вы хотите быть здоровыми. Посмотрите, взял, переварил через себя и отдал. О чем это, если взять на тело? Кровь. Кровь, она должна ходить по всему организму, должна. А если где-то что-то перекрывается, что произойдет? Вот так и в жизни. Один в один. Точно так же питание, точно так же работа кишечника, точно все по подобию идет. Вот наложите на что угодно, и вы увидите. Но, видишь, как, когда ты видишь американские примеры, ну, вот сегодня биткоин там обрушили, да, мое, 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 там, друг у друга забрали, накопили там и так далее. Вот это мое, жадность, жадность, она приведет к запору, а запор приведет к тому, что вас взорвет изнутри. А это про здоровье, господи. Ну, это на самом деле об оконечности. Конечность. То есть это то, что это не бесконечность, а конечность. Потому что это всегда. Если как только ты на жадности, на хитрости, на жадности живешь, значит, ты конечен. Вот это на задуматься насчет старости и смерти, на. Вот. А теперь давай мы рассмотрим, так на что мы поменяем. На что мы поменяем? Я даже записала, на что мы поменяем, потому что это шли тогда озарения, мы с тобой разговаривали. Да, когда во время озарений. У нас шли озарения, я ехала за рулем, мы разговаривали с Ириной через блютуз по телефону, Ирина имела телефон в руке, и у нас шли озарения, и мы... И тут хлоп. Вдруг понимаем, да. И мы разговариваем, я говорю, запиши, Ирина записала, а потом продиктовала, потому что все, это вылетает как озарение, оно моментально уходит, и все. В общем, в разорении был рожден новый проект, он называется «Стебемся вместе», а подходит с другой стороны. То есть мы будем брать тему, и первая тема будет рай. Казалось бы, откуда такая тема, опять религия и так далее. Нет, ребята. Давайте начнем с чего. Вот смотрите, просто заметьте. Религия представляет рай, говорит, вот все мы умрем, мы окажемся в раю. И очень многие люди в это верят, и говорят, ну будем кто-то в раю, кто-то в аду. Ад мы потом еще раз смотрим дополнительно. Вот мы оказываемся в раю. И как рисуется рай? Вот как вы видите рай? Задавали вы себе вопрос? Чем рай отличается от вашей нынешней жизни? И человеку предлагается, вот золотые ворота открываются, там ангелочки, и там ходят музы, девы с арфами, звучит музыка, и все ходят такие. Это рай. Подождите, как долго вы сможете ходить вот такой отмороженный такой? А, так это наркоты там нажрались. Когда они нажираются, наркоты на Бали, то они такие улетевшие, но они же не всегда такие улетевшие. Но для этого надо было наркоты нажраться. Так вот смотрите, так что, рай – это набор обдолбанных? Вот если трезво думать. Трезво думать. Как вы видите рай? И вот давайте поговорим на эту тему. Почему поговорим на эту тему? Потому что вот этот религиозный образ, он смешон. Как только вы его оживляете, вы выводите из статической картинки в динамическую, то начинаете ржать. Это такой степ, чтобы просто... И понеслось. И он очевидный. И он очевидный. Ну тогда давайте поговорим, так что же такое рай и как мы его видим. Вот это будет первый заход. Это в следующий понедельник. Будет этот понедельник, мы уже сказали, будет последний старый формат. Вот. И мы поговорим про рай, потом мы поговорим про ад, потом мы поговорим про те темы, которые вам интересны, которые вы нам пришлете. А мы их с другой стороны. И мы с другой стороны их разложим, как это видится, как ваша статика в динамике выглядит и как ваша динамика в статике выглядит. И наоборот. И прогоним через тело, через чувствование. Это даст вам возможность научиться чувствовать. Более того, это даст вам возможность развивать предвидение. Вот. Я хотела сказать, что видеть, да, Да, дело в том, что тема видения, предвидения, она очень острая, особенно у мужчин. И с нашего опыта работы мы заметили, у мужиков с этим вообще гамон. То есть, чтобы мужчина предвидел на три шага вперед, максимум на один, и то, если ему выгодно. А вот так, чтобы вперед, чтобы перед тем, как что-то сделать, он подумал наперед, и у него было ясное знание, что будет на выходе, как-то этому в школе не учили. В школе учили смотреть назад и рассуждать с позицией истории. Или предполагать, что что-то будет, но вообще как Бог пошлет. А Бог и посылает, понимаете? Вот мы и рассмотрим, как Он посылает, в какие моменты. Потому что, когда вы мечтаете об острове в Тихом океане, Бог может вам послать этот остров даже бесплатно. Но для этого надо будет забомбить авиакатастрофу, и вы там будете приятно жить, когда один останетесь в живых. Вопрос о таком ли вы острове в Тихом океане мечтали, это дополнительный вопрос. Поэтому, вот как это видится из-под сознания, мы разложим весь стеб. Потому что полностью вся реальность создается из стеба, однозначно. И тут никто не убедит нас в другом. Мы просто в этих состояниях постоянно пребываем, мы это видим, знаем. И очень многие вещи можем рассказать от того, как это происходит, как механизм, по аналогу, как в теле. Но при этом научных достоверных фактов, как сказал GPT-чат, у нас нету, потому что научные исследования не проводились. А наши изыскания, они субъективны. И в принципе нас это абсолютно устраивает, потому что вся реальность субъективна. Просто кто-то в это верит, а кто-то это знает. И это, мало того, это самый чистый вариант, когда вся реальность субъективна. Однозначно. Тогда нет никаких чужих, нет никаких инопланетян. Всех чужих я уже на ютубе заблокировала. Вместе с инопланетянами. Наверное, заметили, когда человек начинает проявляться, когда я вижу, что я понимаю, что клетка кишечника не может претендовать на клетки мозга. Ну и все. Итак. Ну, сорняк в огороде. Да. В моей реальности есть адекватные люди. Абсолютно адекватные люди, с кем приятно общаться. Итак, мы начинаем новый шаг в нашем развитии и в нашем восприятии, в наших тренировках. Он называется «С тебе все вместе». Все, что касается создания, мы абсолютно четко понимаем и видим, как работает наше сознание и последствия нашего вмешательства в те или иные событийные ряды. Но это даже не вмешательство, это полностью создание. Коррекция автоматического сценария. То есть, грубо говоря, вот есть автомат, и ты в него вставил новый вариант. И этот вариант был принят автоматом, потому что он не может быть не принят. Вот. И таким образом... Начинаем. Наш канал становится интересным, потому что Степа – это всегда интересно. Ну да. Он становится интересным для нас и... И полезным для всех. И полезным для всех. И полезным. Полезным для тех, кто умеет думать. У кого есть чем думать. Ну да. Да даже он полезным становится для тех, кому просто интересно. Знаешь, как это, из Степа посмотреть. Ну что ж они еще такого тут скажут? И в это время человек по-любому будет развиваться. Сознание его. Нет, в это время ожидание. Он в это время зависает и тупит. Думаешь? Ага. А живое сознание, оно активно, оно двигается, 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 двигается. Нет, ну это с этим я соглашусь. Оно не ждет. Но да, но все равно вот этот, вот этот все-таки интерес даже из такого подхода, да, он все равно дает свои плоды. Он все равно, это семечко, это зернышко. Знаешь, как в этом сосуде египетском находили зерна, которые лежали там сколько-то лет. И их потом достали и посадили. Ну и они дали жизнь. Вот здесь как бы надежда такая, что сохранятся. Ну тоже, ну я такие образы. Ну да. Итак, сегодня мы в последний раз отвечаем на вопросы. И сегодня мы в последний раз выходим с прямым созданием. До встречи. До встречи. До встречи.